Здравствуйте, мои дорогие, у нас 9 утра, сегодня суббота, 21 сентября, и мы с Блосочкой едем к Даниилу на игру, муж уже там, начало в 10, потом у нас две разные машины мы едем, значит, это туда, возле Барлинтона, вот там, где у меня дочка фигуркой занимается, и после этой игры, значит, у мужа два реферы, так, я просто думаю, ничего ли я не забыла, то, что муж просил там взять, вроде бы ничего, вот Даниил просил рюкзак везти, Даниил после игры, значит, у мужа два реферы, поэтому я же не хочу там сидеть и ждать его до вечера, вот, а я Даниила повезу к подружке его, она там недалеко живет, вот, они хотят пообщаться, в общем, я его отвезу туда Келли, и поеду домой, потому что Дженнифер, она сейчас у подружки, у нее вчера был слейповер, я покормила ее кролика, вот, Блосочку тоже покормила, да, смотрите, какая она красоточка сидит наша, да, вот такая вот девочка, и вообще интересно, что раньше 21 числа считалось, ну, как бы в США, но у меня муж говорит, что вот настоящая там осень наступает 21 числа, вот не 1 сентября, например, а 21 сентября, а по календарю здесь записали 22, вот, первый день осени, у нас в США, в календаре официально написано 22 числа, первый день осени, интересно, что сдвинулось, сдвинулось оно 2 года назад, были обсуждения менять или не менять время, потому что я, когда была маленькая, вот, в Одессе, у нас время вообще не меняли, вообще туда-сюда, вот, не сдвигали время с этим летним временем, не баловались, а, наверное, позаимствовали в США, переняли. Знаете, любимый вопрос у моего мужа осенью, буду ли я кушать кукурузу? Это так интересно, потому что, когда мы с ним встречались, он приехал в Одессу, значит, он приезжал 2 раза, ну, за год, что мы встречались, потому что мы были, так сказать, обручены, значит, первый раз летом, вот это будет 17 лет, как мы обручены, и 16 лет, как мы женаты. Женаты и венчаны у протестантов, а у православных мы еще не венчаны. Кстати, сегодня ночью, ну, я вспомнила, муж опять орал. Вообще, это страшно. По ночам вдруг, вот, представляете, спишь, спишь, и вдруг начинает, ну, кто-то там орать. Вот, и, ну, реально страшно. Я же в детстве ходила, вот этот ломатизм был, и Кондрашов и Игорь, это единственный брат моей матери, но он же может быть мне дядей, он может же мне быть двоюродным братом, потому что там есть тайна моего, так сказать, зачатия. А мать не хочет отвечать на вопросы, и удрала, 5 лет назад меня заблокировала. Вот, и, ну, то, что им в секции вот этой вот преподают, она в объединенной церкви. Вот этот вот сектант Виссарион Тора, значит, он, как бы, сказать, объединил все религии, то есть намешал несмешиваемо и вот все абсолютно религии. Он абсолютно невежа, он не очень напоминает Гитлера, потому что Гитлер, он верил, пока поверил в реинкарнацию. В общем, там Гитлер, он же не сразу поверил в реинкарнацию. Он, вначале у него там был талант художника, у Тора по тоже. И, значит, его там зарубил, так сказать, учитель еврей, но вот сказал, что у него мало таланта Гитлера, Гитлера. Потом, значит, он стал встречаться с девушкой, еврейкой, и она его вроде как, ну, насколько я там знаю, сиппелесом зародила, вот в таком плане, и вот он обозрелся на этих евреев. Но тогда же еще ДНК не делали, то есть талант у него оратора уже был. Он когда сидел в тюрьме, вот смотрите, кто сидел в тюрьме? В тюрьме сидели, ну, Гитлер сидел в тюрьме, революционер Сталин сидел или он? Наверное, тоже сидел. Кто там еще сидел в тюрьме? Смотрите, Достоевский, для меня величайший, уже на каторге был. Он пережил вот это вот, что вот сейчас его расстреляют, и, в общем, там был помилован, оставили ему единственную книгу «Евангелие». Чем это мне напоминает? Вчера я впервые написала комментарии этому Савочке. Это пятидесятник, он ярый, он живет в США, давным-давно у него шуткий акцент уже, вот впечатление, когда я его слушаю, как будто этот вот, слушаю голос Америки. Или вот эти вот фильмы голливудские, когда, ну, там, русские, вроде бы, ну, он же, кстати, не русский, там у них акценты. Ну, вот, не Савочки, а актеры, я имею в виду, которые берут, и у них почему-то там такие жуткие акценты. Я за то время говорила, это вообще, это кто? Это русские так не говорят, вот. И у этого Савочки, насколько я знаю, всего там две дочери, я не знаю. Ну, знаете, мне это напоминают протестанты, протестанты. Я, если с чем-то связывалась или с кем-то, так я самыми этими вот, ну, как бы на самую вершину, вершину тянулась. Вот, и у меня из этих вот, из качества, не знаю, у меня... Ну, как это называется, это качество? Ой, забыла, как они условно называются, вот, ну, а, а, амбиции. У меня как-то амбиции не было, я вообще не знаю, почему, не знаю. Так вот, у Гитлера были амбиции, что его зарубили, как этот, вот, как фигуриста. Какого фигуриста я там, вот, меня зарубили, как фигуриста, вот ржак. А это я сразу раз в голове ассоциация, Оксана Баю, и я. Мы же в одной, в одном клубе, вернее, она, она не в Одессе родилась. Но она, в конце концов, ее Змеевская приняла. А кажется, вот мне кажется, что Галина Змеевская, она, вот, я ее видела, в общем, и именно слышала тот разговор, когда она с моим тренером, там, обсуждала, кто, ну, в Одессе, на льдинке, кто, там, талантливый, кто не талантливый. Дело в том, что меня отобрали, я же не помнила, вот, точно когда, почему-то мне казалось, мне там, мать говорила, что в Одессе, там, ну, меня отобрали, когда мне, там, 7 было, модели 8. Нет, 10 лет не было, потому что, мои вот эти вот воспоминания, я там помнила, я думала, что это чемпионат Европы был по фигурному катанию в Одессе, а потом стала набирать, а и Google Тратата, и это не чемпионат Европы, это, потому что я видела Бобрино лично, значит, и не просто лично, мы фигуристки, вот эти вот цветочки собирали, игрушки и так далее, вот, и видела я выступление, мы могли туда прийти, ну, это все бесплатно, я имею в виду, и моя мать ни разу не пришла, чтобы видеть меня, вот, на этом льду, как я там езжу и забираю цветы, вот, и вообще это не интересовало, так вот, у меня те воспоминания, во-первых, обиды на мать, ну, я ее искала на трибунах, я все время, я очень много выступала, я в хоре пела, и эти вот в агитбригаде была, ну, в Одессе, меня постоянно куда-то отбирали, постоянно, и вот, если по летам, я занималась там год, то нас уже по телевидению показывали, в этом стримном звеночке, вот, и моя мать никогда этим не интересовалась, вообще я была, она видела во мне потенциал, и постоянно говорила, что я там неталантливая, и то нет, и вот-вот, и очень закапывала, ну, как вот, допустим, к этому Гитлеру это вот, закопала, это не закопала, а сказал там, этот вот, еврейский тут преподаватель, ты там, типа, ну, неталантливый как художник, ну, там, потом вот, раз еврей, там, два еврей, собрал, и он напослился против евреев, а насколько я там знаю, где же сам еврей, вот, и меня очень часто спрашивали, это шо еврейка, это шо еврейка, я говорю, ну, одессит их все немного евреи, во-вторых, вот, вот, то есть меня не пугало, меня не пугало, если бы во мне была, вот, кровь еврейская, в таком плане, и, вот, там, за Гитлера звериенка раз, и, то есть он, он, оратор, был изумительный, он вел массы, вот, он сидел там, в тюрьме сидел, катал, эти вот, там, лекции и так далее, и, идеи, идеи, какие идеи, вот, плохая, плохая новость, не плохая, помните, неделю назад я говорила, что у нас там этот, вот, ну, в семье, бывший муж сестры моего степ-зятя, вот, что он, наконец-то будет осужден, вот, и в газете было так новости, что его вроде выпускают, вот, к чему к США катится, раньше это бы 100% его бы посадили, а теперь, Бумс и, значит, не садят, у нас штат особенный, знаете, почему, мы очень близко, вот, здесь, вот, Канаде, и, Канада страна, это совсем другая, это не то, что у нас, не то, что здесь, США, во-первых, эти вот, молодежи подростки, по пятницам, это еще, это сейчас рассказывают эти вот племянники моего мужа, которым сейчас по 40 лет, и вот сейчас они начинают вспоминать, что они вытворяли в молодости, и как они убегали в Канаду, значит, их родаки по пятницам имели, этот, вот, привычку сидеть в карты играть, вот, как мой муж, и, это, от папы его и мамы, вот, по пятницам, значит, такой расслабон, этот, вот, в карты играть, и вчера я забила моего мужа, я говорю, слушай, ну, 100% ты этот, вот, еврей, он такой, почему, я говорю, ну, потому что среда пятница, у тебя этот, вот, это же не то, что ты мне назло делаешь, оно из тебя лезет, готовить, я имею в виду, самые такие, эти вот, да, я не знаю, какие-то праздники, это, я, я имею в виду, бекон, он вчера надел, я говорю, именно то, что я люблю, ты как будто дразнишься, я говорю, у тебя там что-то было, кто-то был из родственников, я говорю, потому что, вот, недаром, я говорю, это, эти вот, ну, я устала говорить за Ирда Великого и так далее, я говорю, что ты, ну, себя, ну, вот, у него внутреннее такое есть, вот, стержень, знаете, как вот, царь, Иван Васильевич меняет профессию, так, ты холопый, я царь, вот, в таком плане, то есть, у него действительно чувствуется вот это вот, знаете, стержень такой, этот, Мартелевский, Карла Великого, Карл Чарльз, вот, Чарльз Мартель, ну, значит, все, что делай, вот, а мама, он, о, эта мамочка, это вот, но она же докопалась только до родственников своей, Чарльза Мартеля, а я любительница, археолог такой, как этого, как Агата Кристи, копаю, копаю, в общем, я мужу недавно рассказывала эту вот историю Агаты Кристи, что она придумала, типа муж у нее первый сказал, так, все, разводимся, я нашел этого себе, красивую молодую, там, это вот, ну, и Агата Кристи себе трынцы, значит, раз, машина осталась, она пропала, а у них же общий счет, деньги, вдруг я тела нету, там ищут, ищут, и, значит, любовницу допрашивают, это вот, ну, это же все бабки, знаете, кому выгодно, убил или не убил, первые подозрения, она может, так сказать, в общем, любовница сбежала, очень не захотела уже все эти вот кошмары, и тут находят, находят такая Агата Кристи, она там развлекается, в какой-то гостинице, где-то притворилась, типа, у нее амнезия, такая, а, что? А, Сеньки делала, дальше книжки писала, и потом, значит, познакомилась с мужиком, он сказал, я тебя люблю, а вот, сколько там, на 20 лет, младше, младше, или там, на сколько, 16, в общем, кипи, а он археолог, и она там спросила, то ли сестры, то ли еще кого-то, значит, как ты думаешь, ну, совет, там, замуж выходить или нет, подожди три года, вот она, короче, посидела, подумала, что за три года она еще старее станет, в общем, вышла замуж, и таки они прожили всю жизнь, и все было классно, и она себе там писала, она очень, кстати, безграмотно писала, и для этого просто нанимала этого, вот, и человек, который, ну, орфографию потянет, вот, и все, а Достоевский, который, значит, ну, вторая женщина, вот эта стенографистка, он очень быстро говорила, она очень быстро за ним записывала, вот, и, а так бы, а у меня это как видео, как стенографистка, то есть я-то, люди такие, ой, что она перескочила, но я-то понимаю, что я перескочила, что я пропустила, а что нет, там, Шахаризада Степановна, вот, я готова, Шахаризада, потому что она, как продержалась за три года этих детей родилась, потому что она не договаривала каждый день, каждый день султану, каждую ночь, вот, потому что он такой раз, был женщиной, убивал ее, как этот вот, знаете, мне напоминает, а, Клеопатру, которая тоже всех своих любовников, чтобы они не проговорили, ты никогда их убивала, а сама, кажется, носила этот вот яд, и в конце, значит, вообще она не египтянка, и проиграла всего одну битву, и молодая сама, значит, вот, отняла у себя жизнь, и там все такие, а, Клеопатра, любимая, кстати, этой, а моя мать очень любит, а Клеопатрик говорит, Клеопатра, лед к себе там к лицу прикладывает, там 47, скажем, а, в общем-то, 50 я даже не дожила, вот, а я, мне уже 55, и у моей матери жуткий страх смерти, жуткий, жуткий, в общем, и, пзыка молодится, вот, омолодится, и, ей помирать страшно, но вот поэтому, значит, она вот этот вот, Виссариона, ну, Виссарион-то, он, невежа, он не знает вообще, чья-то идея, это Гитлера, а, Гитлера, откуда-то, Тибета, а что у них там, а они эти вот монахи тибетские, все заклятия, эти вот, их простые люди очень боялись, значит, они, это вот, руки не пожимали, потому что те, это всякие заклятия, эти вот травы, во-первых, яды и так далее, представляете, мухоморчик, там помажет или этот рот, мухоморчиком, но я имею в виду, у буддистов, и у монахов, у этих вот, у них своя теория, ребята, это абсолютное подчинение, этому вот старшему, учителю, и, там, зачем тебе эта вот баба нужна, смотри, она состарится, вот ты что, выйдешь, она вот молодуха идет, вот в морзель такой, этот вот, ну, это, любимое, это вот выражение моего мужа, морзеля, девушка такая вот, а вот тебе представь, через там, через 50 лет, будет такая беззубая, страшная, вот такая вот, эти, а о душе они вообще не говорят, не говорят, душа-то останется та же, та же, понимаете, душа останется та же, маленькая, нежная, а они-то, они отдают свои души кому, абсолютно, абсолютно для меня, ассоциации с чем с водкой, главное, ребята, чтобы не паленая была, потому что, у меня все проблемы, короче, у меня Данил, средний сын, часто спрашивал, так что ты бросила, пей, что ты бросила пить, я говорю, слушай, Данил, у меня эти вот, все эти вещи, которые вот, даже я годами не хотела вспоминать, все эти вот, что я бы их не делала, если бы не водка, если бы не зеленый змеи, я бы не делала, вот, вот, и, во-вторых, ну там, много причин, во-вторых, у меня жуткая была зависимость от табакокурения, и это, как бы, моя вот, мирная жертва, то есть, когда я, в 2005-м, вот упала просто на колени, смолилась, говорю, господи, я не могу бросить, я рабыня сигарета, я раба сигарета, вот я это признала, и умолила, господи, говорю, забери, забери, забери от меня, вот это вот зависимость, такой был, раз, и клик, клик, что все, знаете, это вот как клик, реально, вух, это надо внутри было почувствовать, как будто тумблер какой-то отключили, это ли вот, или кто-то вух, и как будто эту зависимость забрали, но, не было, не было, ну, вот, знаете, вот как говорится, чисто-чисто, а потом пошли эти вот, соблазны, как бы испытания, в общем, у меня, это где-то через неделю там началось, это мои личные эти вот, в общем, ну, воспоминания, дело в том, что я, вот, в 2005 году, сошла вот, благодаря там, так сказать, силе воли, убрала до одной сигареты, вот, и целый день я, допустим, была на работе, и все, но я мечтала, вот, в том моменте, когда я приду домой, сяду на окно, вот, в этой вот, прихожей, и выкурю эту сигарету, вот, то есть, постоянно вот эта вот, как бы мысль была, и, значит, и когда, а я покупала эту сигарету, ну, специально, чтобы пачку не держать, потому что, сколько я покупала, допустим, куплю пачку, так выкурю всю пачку, вот, и, а этот вот, то есть, по одной сигарете я в ларьке покупала, и, где-то, неделя, неделя прошла, вот, все было нормально, а потом у меня начались раны во рту, вот, жуткие раны во рту, и, вот, целый день, допустим, вот раны во рту, и возникло такое вот жуткое желание, вот, курить, я имею ввиду через неделю, как у меня вот, или там через две, я не помню через сколько, вот, когда, вот, 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 все, свободно, вот, такой вот, внутри, а, типа, все здорово, от, 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 табакозависимости, от, от, табакозависимости, а потом вот, началось, раны во рту, но, вот, боль физическая, внутри, ее не видно, но они вот во рту и когда я ехала после работы и вот этот вот ларек и я такая подумала так все я не могу вот надо выкурить эту сигарету и там стоял мужик возле киоска и разговаривала я подумала что-то это в одессе и заключается потом я вот стою что он вообще вот говорит и говорит ржет и ржет вот тебе это вот я бы не гоню ни всего ничего я внутри на люк в таком плане что этот вот нет я даже не молю я не помню молилась и не молилась все это господь там все на твою вот волю что я ни слова не произношу вот в таком плане и вот вообще вот они как будто вообще меня не существует и я не ругалась и я такая у меня мысль это да я сильнее чем вот этот вот ну не буду курить вот не буду тут стоять вот мне как вот господь говорит вот что ты сильнее чем это чем вот эта вот сигарета и я отхожу 10 метров прохожу и вдруг у меня исчезают все ранки в рту представляете вот такое вот было вот так вот я бросила ну как в смысле бросила курить вот такое вот было испытание еще 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 а даниил у меня вот сейчас средний сын 15 летнем возрасте а старший сын 15 лет он уже один жениться забрался уже там любовь была до гроба в таком плане это катерина катка которая жила на екатерининской посмотрите но смотрите я в не 55 лет и я одессу помню не как и катерининскую а где улица какая маркса розы люксенбурт и так далее а вот здесь вот вся канада это связь с этими вот скупа и коммунистами трюдо вот этот вот который сейчас на премьер-министр он сыночек значит старшего трудо который в свою честь вызвал этот вот аэропорт вот в честь которого аэропорт и казино которая вот смотрите вот эти вот точки аэропорта и аэропорты там самое близко вот если допустим задержка куда люди едут казино вот у меня артур значит когда меня забирал из аэропорта канадского ну вот это вот из трюдо мы с ним потерялись он с валюха не теряется она очень нужна женушка его она в технологии вот знаете она так раз и там карты вот этот вот маршруты все прокладывает маршруты вот у нее хорошо хоть она и не водит машину вообще вот артур замечательно слава богу вот водит все у него там по работе вот когда она этого потомка на мормона работал на потомка пилата одинаково платно говорит по-французски и английски знаете какой вот шпион типа и вообще фармоны они там это правильная секта надо было мне выставить это вот видео просто реально что ну что они вот делают это вот во что верят и объединяться с этими вот с тибетцами с реинкарнациями но ну-ну-ну потому что они просто работники дьявола я своим детям даниилу джинни проговорю батюшки когда вот ездили эти вот рассказывают лично ездили там эти индусы показывают вот эти вот фокусы и так далее элвейшн элвейшн надо поднять порядок и так далее и батюшка рассказывал лично что он сел так подальше от всей этой группой и он не в черной одежде был а как этих вот священников вообще православных вычисляют по черной одежде вот по этой вот порядке и когда арестовывали вот салженицына ямена в штате где салженицын жил после того как он гулаг это вот написал и куда он приехал в сша но он стал непопулярный потому что американцы значит они ждали от него совсем других речей а он совсем другое стал говорить как я вот и значит это бесило его и он себе тут женился тут внучка его живет вот но он умирать уехал в москву и мой муж знал что салженицын здесь жил но гулаг он не читал и значит то что в тюрьмах прошли они же тоже разные эти вот я штуцкую когда я пятидесятница была яра я яра я потому что я была с 2005 по 2008 за членом то есть кириганом в одессе церкви на то время там было 1200 потом они все стали распадаться на эти вот как за эти как найти свои церкви будут организовывать и так далее но у меня артура соблазнила 22-летняя дама которая вела молодежное служение церковное и ее лучше дружбан значит то же самое вел служение молодежный ход только артура было 15 а тем было по 22 23 андричук я имею ввиду и андричук когда я приехала значит две тысячи десятый где-то вот у него он только и повторял то есть протестантской церкви повторять я не навяжу путина мой враг путин мой враг путин я вообще это делаю это молодежь которому ему лет двадцать пять было я говорю свой личный враг путин да оксана вы не понимаете мне надо было сказать не оксана оксана юрьевна я вообще-то на я тогда не перебивала я не знаю вообще по-другому когда мне катка написала в прошлом году типа оксаночка котичка оксаночка котичка денег не перешли уж а я тут головой какая я тебе кучка я впервые бы я пошла поговорила с сыном и он такой да она тебя разводит на бабки и у меня такая в башке такая я отвечаю какая я тебе котичка ты моего сына кинула ничего себе ха 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 по французским они на меркам это у них это у них это вот макрон со своей женой мужа женой у них такая любовь называется а в америке это было педофилия называлась а теперь вот эти вот гуманистические все вот эти вот идеи и так далее социалистические когда ленин и это что-то аборты на ленин он был первый кто поставил аборты на этот ход на конвейер и он первые гулаги сделал и гитлер так сказать вот эти вот контрационные лагеря и так далее которые под мюнхенами и совсем вот рядышко в которых сводили значит этих вот они традиционная ориентация цыган и так далее вот эти вот это ж первые кетто и потом уже этих вот евреев если вы говорите там евреев это вот преследовали преследовали нет не только евреям для меня знаете кто из евреев пока этот ход писатель как же его янушку он пошел в газовую камеру в общем он работал детских вот детьми маленькими в германии написать или был детским писателем и работал с ними ну детских домах и так далее и вот эти вот еврейских детей вот он именно с ними был и когда их вели в газовые камеры он пошел вместе с ними вот хотя встретился этот вот офицер немецкий который его узнал и говорит типа это вы писатель вот это вот вам туда не надо я могу вас забрать он говорит нет я пойду детьми и он разделил эту вот долю где и вот а вот я с такими людьми вот я с такими которые родину не придаю которые там вот за кусок хлеба вот в среду вот эти за 30 серебряников и так далее моя мать его родину свою продала этот вот ради мужика и не только родину на дочку свою продала она меня готова была на панель вот это сладина меня по ночам выгоняла то же самое мой этот вот отец по документам они для меня они жуткие люди вернее ну а души они замазали жуткой краской жуткими ересами это куда их занесло они они и невеже и эти вот и не только они невеже я же не психиатр не доктора вот как говорится я отдала их судьбу господу он знает как делать и что делать но я не хочу уйти туда куда где будто а я считаю что гитлер он там же где и тут да им разрешалось это вот вообще иудеям им разрешается даже на тот свет себя иудеи уже были и у них религия а у христиан у них не религия официально это как математика но это раздел вот алгию про геометрия точнее и христос лично пришел и принес себя вот эта самочка он не понимает вот он говорит Иисуса Иисусов много было у него знаний хватает он говорит вот наши вот мои деды там эти вот погибали да их даже вычислить не могли я читала эти книги как что-то вот выживала я читала и архипелагула я читала как что-то выживала и я их не унижаю они это вот их просто никто не спрашивали там ну вот они держали в руках библию и все но одежда у них была не это вот не православная православные люди вот монашки их и сразу что делали их сразу насиловали и эти годы и батюшек то же самое жутко вот как моего дедушку это вот Гришу который был командиром красный но он не был коммунистом он насколько я знаю он не хотел этого связываться с коммунистами потому что там он идейный был но увидел этот вот ну смотрите он даже он мог иди добиваться чтобы ему орден вернули медали вернули но он не пошел не добивался он с одной четвертой проработал у этого вот у Мартановской печи он же не пошел на облегченную работу вот и поэтому и вот я горжу своим дедом реально горжусь да он не выкручивал пробки но он не мог разобраться по жизни это вот и смотрите у меня бабушка она значит вот танец царство небесное ее душе когда она заболела водянкой по какой-то причине она заболела и ее вот вся ее семья там я не знаю мама это вот в общем они это отвезли ее колдун и после этого у деда совсем чертей стал видеть то есть вроде бы тело у нее стало нормально эта жидкость вышла но этот вот ну ее муж стал видеть чертей вот и стал творить шутки эти вот и я не хотела чтобы моего дедушка били я хотела чтобы он просто пробки не выкручивал чтобы вот он обратил внимание на меня а он тоже не дурак он когда смотрел на меня он тоже мог думать моя единственная дочь моя любимочка вот эта вот валечка совершила инферст и значит я могу быть продуктом значит дочерью его собственного брата седьмого вот он первый утром сын а этот вот и тот за седьмого там вообще восемь детей было вот вот того прадеда Луки вот я на подопрощаюсь